А здесь психологи есть, нет? Обещали психологов? Психологов обещали. Не пришли. Они просто знали, что я сейчас нарисую такой рисунок, который я уже рисовал здесь, про ядро личности, да? И вот этот слой. Вот психологи, в отличие от соционики, из-за чего психология всегда говорит соционика, это там лженаука, это все неправильно. Так вот, то, о чем вы говорите, это внешнее проявление. И оно относится сразу к нескольким типам, может относиться. Наиболее там... Да, нарциссизм. Есть несколько типов, типологии личности, к которым нарциссизм относится. Вот именно если брать ядро. Есть такой тип, он называется политик. Все же, наверное, Жириновского видели. Он относится к типу политик, классический политик. А почему он относится к политику? Главная цель политика – это лавировать между сильными властными группировками. Если посмотреть на то, кем был Жириновский, он и не с Единой Россией, и не в оппозиции. И он всю жизнь вот так. При этом был очень эпатажный, очень красноречивый и так далее. Можно и нарциссом. Можно же его нарциссом называть, да? Вот такой тип, он не склонен к суицидальному концу жизни. Никак не склонен. А вот такой тип романтический, драматический, как Есенин, вполне склонен. Хотя тоже относится к нарциссу. Понимаете, да, о чем речь? Вот этот слой, он этика эмоций называется. То есть получается, он яркий и так далее, демонстрирует. Но внутри вот это вот очень сильно отличается. Потому что вот тип политик никогда не повесится. Знаете почему? Потому что у него, опять же, темперамент гибко-разворотливый. В чем плюс этого темперамента? В том, что он легко переключается. Если у него проблемы какие-то, ему что-то не удается, он переключается на другой вопрос, и это перестает для него быть проблемой. Такой темперамент. То есть он может не идти до конца в своей сфере, да? Ему скажут, да ты там переобулся и так далее, да? Это склонно к вот этому темпераменту. А вот этот, который склонен, который относится к Есенину, у него было все или ничего? Все или ничего? И из-за того, что в какой-то момент после того, как он добился каких-то успехов, успехов значимых, он получил все, а потом, не получив поддержки, он стал заниматься какой-то ерундой. Он стал в кабаках заседать, пить, и в конце это вылилось в букет заболеваний. Поэтому я хочу сказать, что влияние типа очень значимо.